Япония Каждый месяц острова самого восточного на нашей планете архипелага погружаются в океан на полметра. И уже через несколько лет под водой будет четвертая часть страны. Скоро в зоне затопления окажется реактор аварийных атомных электростанций. А это значит, что мир ожидает глобальная радиационная катастрофа. Примерно к 2020 году под водой окажется Токио. Японское правительство уже ведет переговоры со странами третьего мира России о покупке земли для проживания. На сегодняшний день на территорию Камчатского полуострова уже вывезено почти все достояние. Ценные породы дерева, предметы старины и реликвии императорской династии. Вопрос о переселении японцев уже решен. Однако в правительстве эти слухи не подтверждают, но и не опровергают. Все это могло бы быть прологом для очередного фильма-катастрофы, если бы не одно но. Сценарий гибели Японии действительно существует. Его создатели не писатели-фантасты, а ученые из страны восходящего солнца, которые начали систематизировать свои прогнозы сразу после трагических событий последнего землетрясения 2011 года. Подземный бункер Центральной сейсмологической станции Геофизической службы России. Город Обнинск. 11 марта 2011 года. На часах без четверти 9 утра. Заканчивается суточная смена дежурных сейсмологов. Специалист службы мониторинга станции заполняет журнал с пометкой, что смена прошла спокойно. Как вдруг приборы начинают фиксировать землетрясение магнитудой более 9 баллов по шкале Рихтера. И хотя сигнал идет из далекой Японии, сейсмологу кажется, что земля разверзлась прямо у нее под ногами. Что в этот момент происходило в стране восходящего солнца, оставалось только догадываться. Спустя час с небольшим местные телеканалы начинают показывать ужасающие кадры. Ходят ходуном дома. Гигантская волна накрывает побережье северо-восточной части острова Хансю. Вода смывает автомобили и здания, в которых, как в ловушке, заперты люди. Информационные агентства сообщают о сотнях жертв землетрясения и вызванного им цунами. Число погибших достигает 15 тысяч человек. Действительно, это было очень крупное землетрясение. И наши дальневосточные коллеги на острове Сахалин, на полуострове Камчатка, они быстро смогли оценить параметры этого землетрясения. Очаг получался действительно вблизи побережья Японии. Учитывая, что магнитуда землетрясения была около девятки, было ясно, что это цунами-генное землетрясение, и оно грозит большим цунами. Обнинская сейсмологическая станция с пометкой «Молния» информирует о дальневосточной катастрофе МЧС, Гидрометцентр и администрацию президента и дает тревожный прогноз. Примерно через час волны цунами достигнут Курильских островов. Российские спасатели начинают принимать экстренные меры, в результате которых из прибрежных районов Курильской гряды срочно эвакуируют 11 тысяч человек. В то же время Япония продолжает трясти, и она переживает еще почти 400 толчков. Трещат, рушатся фундаменты атомных электростанций, угрожая еще одной катастрофой – ядерной. Последствия трагедии на восточном побережье острова Хансю еще не были до конца оценены, как в воздухе повисли тревожные вопросы. Что, собственно, произошло? Что же могло стать причиной катастрофы? Сразу появилось множество версий. Начиная от научных заключений по движению тектонических плит, заканчивая предположениями о целенаправленной атаке с помощью сейсмического оружия, и, наконец, гневом божьим. Любую природную катастрофу издревле приписали гневу богов. И с этим можно каким-то образом согласиться. И даже вот я думаю, как ученый, что здесь есть какая-то, наверное, доля правды. Дело в том, что народы в древности, они отмечали трясения, извержения вулканов, там какие-то погодные, не очень неблагоприятные процессы. Они как-то, древние народы, увязывали это с какой-то цикличности, с какой-то повторяемостью, с какими-то, наверное, не очень хорошими поступками данного народа, данного племени, рода и так далее. И, естественно, тут приписывалось это гневу богов. То есть это расплата своеобразная за какие-то, может быть, не очень правильные действия. 1 ноября 1775 года в Лиссабоне произошло страшное землетрясение. Мощнейший толчок магнитудой почти 10 баллов заставил содрогнуться город в тот момент, когда все его жители собрались в церкви по случаю Дня всех святых. В дневнике одного из очевидцев сделана следующая запись. Землетрясение длилось не более пяти минут, образовав гигантские трещины пятиметровой ширины, разрезавшие на части центр города. Уцелевшие поспешили к морскому берегу и увидели, как вода отступила, обнажив дно моря, усеянное обломками судов. Через мгновение громадное цунами нахлынуло в гавань и на центр города. Немногие выжившие увидели в этом возмездие за грехи, погрязших в разврате горожан. В бивлейских преданиях также упоминаются землетрясения, как проявление гнева Всевышнего. Например, в Новом Завете есть история об апостоле Павле и его спутнике по имени Сила. Они пришли с проповедью в один из македонских городов, но были брошены в темницу. Вот как описывает этот эпизод глава издеяний святых апостолов. В полночь, когда Павел и Сила молились Богу, вдруг произошло такое великое землетрясение, что темница заколебалась, двери сами собой открылись и оковы слетели. Таким образом, Господь освободил проповедников и в гневе наказал горожан, посмевших без суда и следствия, заточить в неволю своих последователей. В дохристианскую эпоху люди объясняли землетрясение проделками разъяренных священных животных. У древних индусов это слон, у даяков Суматра огромный волк. Древние японцы вину за землетрясение возлагали на гигантского сама. В римской мифологии землю сотрясает разъяренный Плутон, цунами вызывает Нептун. Нет ничего удивительного в том, что в отчаянии от своего бессилия человек поднимает глаза к небу, ищет подсказки у высших сил. Не только в доисторические времена, но и сегодня. Это связано прежде всего и с тем, что наука, вооруженная самыми современными средствами изучения Земли, до сих пор не может заранее определить, когда и где случится катастрофа, и кто следующий в очереди за бедой. Удивительно, но землетрясение в Японии 11 марта 2011 года было предсказано. Причем за несколько десятилетий до трагедии, в 1973 году. Представьте кошмары всех терроров. Это даст вам некоторое понимание того, что ожидает впереди, при великой скорби тех, кто продолжают отрицать Бога. Это слова американского проповедника и предсказателя Дэвида Вилкерсона. Ему было явлено видение о бедствиях, которые будут надвигаться в так называемый период страданий перед вторым пришествием Христа. И бедствия эти будут связаны с безумными судорогами земной тверди и наводнениями. И начало всему положит очень сильное землетрясение в Японии. К предсказаниям Дэвида Вилкерсона можно относиться по-разному. Но сам факт их существования отрицать невозможно. Правда, загадкой здесь является то, видел ли проповедник причину механизма этого японского землетрясения 11 марта 2011 года. Некоторые исследователи считают, что катастрофа была спровоцирована искусственно. Источником этой провокации является так называемый проект ХАРП. Американская система геофизического и климатического оружия. Аппаратура излучения посылает радиоволны до верхних пределов ионосферы. Возникающий в результате эффект нагревания вызывает нарушение электронной плотности, что в свою очередь позволяет сигналам, поступающим со спутников, направлять мощные потоки магнитного поля в места тектонических разломов и приводить их в движение. Не исключены и другие способы искусственно вызывать землетрясение. Работы в направлении создания тектонического оружия, безусловно, очень активно ведутся. Ведутся они, начиная с 70-х годов прошлого столетия. И достигнутые результаты позволяют говорить о том, что существуют средства воздействия, позволяющие инспирировать землетрясения, но и они пока еще недостаточно эффективны. Говорить о том, что создание тектоническое оружие пока преждевременно. Поводом заговорить о сейсмическом или тектоническом оружии послужило землетрясение на Гаити в 2010 году. Как получилось, что чудовищные разрушения затронули только одну половину острова, где расположена республика Гаити, и совсем не коснулись другой, на которой лежит Доминиканская республика? Покойный нынче президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил тогда в этой катастрофе Соединенные Штаты Америки. Он заявил, что землетрясение на Гаити стало результатом испытаний, проведенных военно-морскими силами США. Полностью отметать версию о том, что это землетрясение было инспирировано, нельзя. Известно, что именно в тот период проводились достаточно активные испытания системы АРФА, что само по себе могло инспирировать, инициировать вот это землетрясение. Нельзя исключать и возможность того, что Соединенные Штаты Америки в интересах размещения перспективы на этом острове своей военно-морской базы могли инспирировать землетрясение за счет взрывов мощных боеприпасов. Ученые не отрицают теоретической возможности рукотворных землетрясений. Причиной их может стать, например, испытания оружия массового уничтожения. Они действительно могут вызвать изменения структуры земной коры. Сразу после Второй мировой войны начали проводиться испытания термоядерного оружия. В основном это были подземные взрывы на небезызвестных полигонах Семипалатинск в СССР и Невада в США. В процессе этих испытаний происходили местные землетрясения, которые были спровоцированы вот этими взрывами. Но это был побочный эффект, а не специально созданная катастрофа. Для того, чтобы вызвать землетрясение в нужном месте и в нужное время, необходимо точно рассчитать естественную ритмику колебаний земной коры и потом усилить ее точно дозированным мощным энергетическим воздействием. Например, ядерным взрывом. А это, как считают некоторые ученые, практически невозможно. Нужно понимать основное, что такое сейсмическое оружие. Это возможность создать искусственным образом землетрясения заданной силы в заданном регионе, в заданной точке и в заданный момент. Это та же задача, что и прогноз землетрясений. Но прогноз землетрясений ученые оперируют с данными наблюдений, с теориями и так далее. Здесь нужно понимать, что при землетрясениях высвобождается огромная энергия, сравнимая с мощностью всего ядерного потенциала, может быть, всех армий мира. И поэтому для того, чтобы вызвать искусственное землетрясение, надо в этот разлом, на котором, допустим, мы хотим вызвать такое землетрясение, закачать откуда-то столько энергии, которая будет высвобождаться при таком землетрясении. Это нереально ни физически, ни технически. Землю, твердую почву под нашими ногами, мы привыкли считать чем-то незыблемым, прочным. Поэтому, когда земля начинает колебаться так, что на ней нельзя устоять, когда на наших глазах рушатся прочные здания, когда трещины разрывают почву, и из глубины ее раздается гул и грохот, человека охватывает ужас. Он теряет голову, не знает, куда бежать, где спасаться от грозящей гибели. В Земле, начиная с 2000 года, происходят несколько десятков землетрясений в разных точках планеты. Сейсмическая активность Земли то возбуждается, то затихает. Как круги на воде, волны землетрясения расходятся в разные стороны. Установлено, что в землетрясении не происходит изолированное. Каждое сильное землетрясение так изменяет напряженное состояние в Земле, что появляются места наиболее опасные снова. И это происходит в серии. Поэтому мы можем после японского землетрясения 11 марта 2011 года ожидать сильных землетрясений в разных местах земного шара, в том числе и вблизи, скажем, на Курильских островах, и в Китае, и в Америке, и в Центральной Азии. И эта серия будет продолжаться по цепочке, как типа домино происходит. В истории цивилизации нашей планеты было около полусотни поистине глобальных землетрясений. Одно из самых разрушительных произошло 5 февраля 1962 года в городе Помпеи. Колоссальная дрожь земли спровоцировала извержение вулкана Везуи. После чего с лица земли было стерто три города. Помпеи, Геркуланум, Стабии, а также десятки селений. Извержение вулкана, вызванное подземными толчками, способно уничтожить не только города и села, но и целые цивилизации. Речь идет о легендарной Атлантиде. Согласно Платону, 9 тысяч лет назад этот континент в один день опустился на морское дно вместе со своими жителями Атлантами. Многие атлантологи полагают, что извержение вулкана Санторин следствие землетрясения, сдвинувшего тектонические платформы Земли, на которых, как предполагали, и находилась Атлантида. По мнению ученых, там произошла коллизия. Так в геологии называется столкновение континентальных плит, которое всегда приводит к разлому и смещению земной коры. Нечто похожее произошло и у восточных берегов Японии 11 марта 2011 года. Это наглядно показывает графическая имитация страшного события, которую сделали японские ученые. Землетрясение стало результатом тектонического сдвига. Тихоокеанская плита, смещаясь на восток и сталкиваясь с другой плитой, как бы поднырнула под нее. Само землетрясение произошло в открытом море к востоку от побережья префектуры Мияги. Сейсмическая волна распространилась по всей территории японского архипелага. Здесь видно, что в эпицентре большой участок дна океана сдвинулся и приподнялся на несколько метров. Одновременно с этим, как показало моделирование, береговая линия на востоке Японии, наоборот, опустилась вниз. Выступивший участок дна вытолкнул вверх толщу воды, которая, под действием силы тяжести и давления, образовала приливную волну высотой в несколько метров. Получается, трагическую историю мифологической Атлантиды может повторить вполне реальная Япония. Острова наиболее уязвимы для разрушительного выброса земной энергии. В январе 2010 года семибальное землетрясение стирает с лица земли столицу островного государства Порто-Пренса. В конце февраля катаклизм ударяет по Новой Зеландии. Месяцем позже целая серия подземных толчков силой в 8 баллов прокатывается по Индонезии, после чего к бедствиям страны прибавляются извержения вулкана и цунами. А потом беда приходит в Японию. Еще один остров. Сейсмология, содержащая в себе научные исследования всех аспектов землетрясений, дала возможность ответить на давно возникшие вопросы о том, в результате каких именно причин происходят катастрофы. Литосфера Земли — это мозаика плит, которые постоянно движутся. Это движение вызвано выходом тепла из мантии и ядра Земли. Границы плит при движении соприкасаются, создавая напряжение от постоянного трения. Когда напряжение превышает критическое значение, происходит внезапное разрушение в плоскости разлома. Земная кора сильно смещается. Выделяется колоссальная энергия, которая и вызывает землетрясения. Наиболее опасные места на Земле называются сейсмическими поясами. Их два. Это Тихоокеанский пояс, который затрагивает Новую Зеландию, Японию, Алиутские острова, Аляску и западное побережье Северной и Южной Америки. Второй пояс, известный как Альпийский, проходит через Средиземноморский регион в восточном направлении, через Азию, и соединяется с Тихоокеанским поясом в Восточной Индии. Парадокс, но эти места являются самыми густонаселенными на планете. Кстати, и атомные станции тоже строятся там же, где есть озера, где есть вода. И тоже, получается, что они строятся на сейсмически опасных местах. Переделать здесь уже цивилизацию человеческую невозможно, но надо учитывать, что в этих местах должны быть наибольшие меры по предупреждению землетрясений. Пересидеть людей в сухие места и, так сказать, в пустыне, это нереально. Ученые всего мира не оставляют надежду на раннее предупреждение катастрофы, а значит, на спасение сотен и тысяч человеческих жизней. Вообще говоря, землетрясение 11 марта 2011 года японские специалисты предсказывали. Правда, дата называлась другая – 9 марта. И в этот день действительно в Японии случилось землетрясение. Там вышел некий казус. Вообще говоря, это землетрясение прогнозировалось японскими специалистами. И то землетрясение, которое произошло за два дня, 9 марта, они приняли за основной толчок. А это был лишь предварительный толчок. Поэтому, как говорится, публика несколько расслабилась, так сказать, посчитав, что всё, прогноз удачный, и всё в порядке. Оно не вызвало, кстати, ни цунами, ни разрушений сильных. И фактически новый толчок, в несколько раз более сильный по энергии, он был для них некоторой неожиданностью. Почему же так трудно прогнозировать землетрясение? Вся проблема в том, что процессы, вызывающие этот катаклизм, происходят в земной коре на глубине в десятки километров. Прямой доступ туда невозможен. Ситуация в земных недрах оценивается лишь косвенным образом, по изменениям, происходящим на поверхности Земли. Учёные называют их предвестниками. К предвестникам относятся, например, уровень воды в скважинах, наклоны земной поверхности, деформации блоков земной коры. А ещё предвестниками называют братьев наших меньше, животных. Давно замечено, что они лучше человека знают о предстоящем землетрясении. Об этом природном феномене ходят немало легенд. Например, как кошка, почувствовав что-то неладное, своим необычным поведением заставила жителей одного американского города насторожиться. Они взяли с собой самое необходимое и вслед за кошкой покинули город. Через сутки он был полностью разрушен мощными толчками из-под земли. Сейчас известно примерно 70 разновидностей животных, которые проявляют серьёзное беспокойство накануне землетрясения. Живые сейсмографы улавливают сигнал беды по-разному. Собаки и кошки чувствуют приближение подземных толчков за два дня. Куры от одного до трёх дней. Мыши и крысы от одного до пятнадцати дней. Рыба от нескольких часов до десяти дней. Голуби до одного дня. Однако вряд ли животных можно считать безупречным биолокатором. Учёные не могут полностью положиться на предсказания братьев наших меньших, чтобы с уверенностью прогнозировать природные катаклизмы. Поэтому все силы сейчас брошены на создание особой системы оповещения, которая будет предупреждать об опасности хотя бы за несколько минут до катастрофы. Уже через год после землетрясения 2011 года в японском городе Коба на западе страны заработал самый мощный на сегодняшний день компьютер. Он выполняет несколько квадриллионов операций в секунду. Это позволяет с максимальной скоростью и точностью обрабатывать огромное количество данных, которые поступают с сейсмических станций и спутниковых систем. На базе этого суперкомпьютера вполне можно создать достаточно эффективную систему раннего предупреждения. Если бы она была у нас в прошлом году, то мы бы получили точную информацию о последствиях цунами за полчаса до того, как волна фактически достигла берега. Но главное назначение этого суперкомпьютера вовремя спрогнозировать ту самую дату, когда для всего архипелага наступит час икс. После гигантской природной катастрофы 11 марта 2011 года под всеми японскими островами произошли необратимые тектонические изменения и погружение их в пучину Тихого океана уже неизбежно. Власти страны восходящего солнца уже объявили крупнейшую мобилизацию сил самообороны со времен Второй мировой войны и тщательно готовятся к предстоящему исходу нации. К сожалению, таковы неутешительные прогнозы. Весь вопрос теперь только в том, как рано или поздно этот самый час икс наступит. И еще в 1973 году был снят знаменитый фильм «Гибель Японии». Многие посчитали сюжет фантастическим, но некоторые углядели в нем пророчество неминуемой катастрофы. Тем более, что в том же 1973 году были предсказания американского проповедника Дэвида Вилкерсона. Просто совпадение? Возможно. В любом случае предупреждение есть и надо быть готовым к любому повороту событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok